Дорогие коллеги, я частью уже начала на эту тему говорить в своем вступительном слове. Вы знаете, сегодня чрезвычайно модно говорить о репутации. Репутации не только в литературе, но еще больше в политике. Вот и даже репутация не только человека, художника или какого-то деятеля науки, культуры, но репутация целой страны. Вот у нас сейчас с репутацией не очень. Вопрос, кто создает репутацию? Что такое репутация? Может ли один человек, вот стою я здесь за кафедрой и создаю репутацию? Нет, неудачный пример, Ирина Георгиевна, потому что репутация, как говорят словари и всякие научные издания, создается не одним человеком, а создается некой социальной группой. И эта группа имеет свои цели в создании репутации. Когда вы скажете, ну хорошо, не хотим репутацию, хотим имидж. А, вот, что захотели? Имидж уже создается другими средствами и другие силы здесь включаются. Есть, опять же, имидж и отдельного человека, и семьи, и государства, и разных там политических партий, например. Но, в отличие от репутации, которая создается извне, имидж, над имиджем хлопочут как раз те, которые хотят выглядеть в глазах общества тем или иным образом. Вот я скажу, что вообще в литературоведении или в истории культуры филологи, деятели искусства, вспомните 18-19 век, вообще мало хлопотали о том, как ты будешь выглядеть. Ну, может быть, это я говорю условно, потому что, если вы вспомните в «Отцах и детях», одна дама, рассуждающая о любви, появляется в обществе, такая эмансипе, да, а Тургенев создает ей тоже, вот вы можете решить, имидж или репутацию. Он говорит «в грязных перчатках и с райскую птицей в волосах». Боже мой, вот это, знаете ли, имидж и репутация в одном флаконе. Дело все в том, что, конечно, она создает себе имидж. Перчатки, райская птица. Но со стороны это видится, одни только грязные перчатки, уже имидж идет на смарку. С другой стороны, конечно, вы скажете, ну вот Белинский, создает же он репутацию Пушкину, там, Лермонтову. Ершову создает репутацию, в конце концов, да? Но он создает это, исходя из анализа литературного произведения. Он тут про райскую птицу и про перчатки ни о чем не толкует. Конечно, Тургенев художник, и он средствами художественными создает. Литературный критик создает эту репутацию теми средствами, которые у него есть. Поскольку я говорю о современном состоянии и общества, и репутации, и имиджа, я скажу, что сегодня мало кто заботится, из тех, кто создает имидж и репутацию, мало заботится о сути того, что мы делаем. Как-то я оказалась на радио «Комсомольская правда», и там вопрос, что шел о русском языке. Каков же сегодня русский язык? Он же пропадает. Или наоборот он не пропадает. Вы, говорит, будете беседовать с писателем. Олег Рой будет беседовать. А я так говорю. Так я же его урою. А мне говорят, так о передаче-то называется «Две правды». Поэтому, ну поскольку он писатель, ему первому дается слово. Вот как вы считаете, что происходит с русским языком? Он говорит, ну, э. Он мог бы дальше вообще ничего не говорить. Он уже имидж свой создал. Поэтому вот художник создает свой имидж именно тем, как он пишет. А я, готовясь к этой встрече с этим самым Олегом Роем, думаю, дай полистаю. Ну, конечно, сводит скулы это чтиво. Но что делать? И, наконец, я нахожу рецензию. Прекрасная. Маринина говорит, что это будет продаваться. Понимаете, какая репутация? И я скажу вам, это сказано честно, откровенно. Это будет продаваться. И сегодняшняя репутация создается именно для того, чтобы продаваться. Я скажу, что я говорю о писателях, которые продаваться не должны. И когда-то, когда всякие нестроения в нашем Отечестве были более заметны, чем сейчас, и говорили, вот, мозги утекают на Запад. Юрий Иванович так говорил. Понимаешь, Ира, в нормальном состоянии мозги не могут быть жидкими. И вот этим тоже очень многое сказано. Вот репутация страны и репутация тех, кто утекает на Запад. Я почему об этом вспомнила в связи с репутацией? У меня магистрантка пишет работу, тоже от которой сводит скулы у меня. Ну что делать? Народ интересуется современной литературой. Она пишет о медиапространстве Набоков-Шишкин. Поскольку все сейчас, все репутации, имиджи создаются преимущественно в этом самом пространстве, то я скажу, как напрягается писатель Шишкин, ну еще ряд вот можно выстроить, да, хлопача о своем имидже, который к стилю не имеет ни малейшего отношения. Слова одни, дела другие. Поэтому я эти вопросы поставила, знаете, с какой целью? У нас никаких других способов создавать имидж, сказать, да ну фу, дрянь. Нет, это ничего. Скажут, кто сказал? Нет, мы лучше Марине, ну послушаем. Она сказала, будет продаваться, значит правильно. Мы должны, имея соответствующий инструментарий, наш филологический, уметь создавать вот это поле, которое и в 19-м, и в 20-м веке было литературной критикой. Потому что литературной критики у нас тоже сегодня нет. У нас есть реклама, создающая имидж, и антиреклама, тоже создающая репутацию и имидж одновременно, и то, и другое. Мы, как правило, не особенно лезем в эти все дела. Почему? Потому что вдруг начинаем говорить на языке, который психически здоровый читатель просто не поймет. Значит, вот то, что делал Юрий Иванович Минералов, а он умел говорить на простом языке газетчика и доносить глубокие филологически важные мысли для того, чтобы и русский язык сохранять и продвигать вперед, насколько это возможно. А с другой стороны, и дать возможность понять, что есть фикция в литературе, что есть дрянь обыкновенная в литературе, и что есть по-настоящему жизнестроительная. Я скажу, что наша задача с вами филологическая, не гнушаться и современным литературным процессом, и со своим должным инструментарием к этому подходить, чтобы под этим самым флером репутаций не оказывалось в литературном процессе и в учебниках по современной литературе, и в преподавании литературы в вузах «Чистейшая, никчемнейшая дрянь», которая сейчас больше, гораздо, чем жизнестроительной литературы. Поэтому вопрос, кажется, праздный и одновременно непраздный. Репутация, имидж и стиль писателя. Юрий Иванович дает нам огромное количество поводов и дает нам инструментарий, как работать нам в своем филологическом поле и дорожить не только имиджем и репутацией, но тем, что мы сами из себя на самом деле представляем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ